300 тысяч рублей гробовых бесследно исчезли с банковского счета. Вот такая непраздничная история в День пожилого человека. Вклад в одном из столичных банков под привлекательный процент сделал 90-летний ветеран Великой Отечественной, а в итоге лишился всех сбережений. Теперь пенсионер сам представляет себя в суде, денег на адвоката нет. Уже прошло 16 заседаний. Мой коллега Егор Хвисюк разбирался, что это мошенническая схема или ошибка сотрудников банка. Все три договора банк положил сразу себе в карман. В голосе Виктора Трофимова горечь и обида. Мужчина уверяет, что его обокрал банк. Со счета бесследно исчезли почти 300 тысяч рублей. Одним и тем же числом закрыл воровки без документов. Значит, стоимость на 273 тысячи рублей. То есть всю сумму трех договоров. Мужчина прошел через 16 судов. Денег на адвоката нет, защищает себя сам. Но безрезультатно. В деле следователи не нашли преступника. Видимо, кто-то и рассчитывал, что чудаковатый немощный старик ничего не сможет. Но ветеран оказался выпускником Московского финансового института. Возглавлял планово-экономическую комиссию гор-исполкома. Специалист высшей категории. Рассказывает, в банк решил положить так называемые гробовые. После инсульта. Вклад контролировал пристально. Следил за процентной ставкой. Собирал все банковские выписки и квитанции. По мнению ветерана, сотрудники банка увидели в местной газете «Некролог», который посвящен полному тезке Виктора Трофимова. И закрыли счета. Возможно, развитие было следующим образом. Нотариус, который ввел наследственное дело того умершего человека, направляет в банки запрос о наличии счетов и вкладов. При наличии денежных средств дается распоряжение банку о перечислении денежных средств нотариусу, чтобы тот в последующем наследственное имущество распределил среди наследников. Вот такой вариант, он, возможно, мог произойти в силу ошибки нотариуса. И здесь банк обязан был бы выполнить эту операцию. За 16 судов Виктору Трофимову так и не удалось получить ответ от представителей банка. Они просто-напросто не приходили на заседание. Дело пытался продвинуть и через прокуратуру и следственный комитет. Безрезультатно. Дело о мошенничестве то возбуждали, то закрывали. Почему так получилось, теперь намерен разобраться депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Направит в следственные органы запрос. Этот вопрос меня удивил. Я хочу разобраться, почему нет ответов, прочитать эти ответы. И, конечно же, приму все меры и постараюсь подключить руководителей ведомств, в том числе надзорных, попросить их для того, чтобы, если действительно там есть какие-то схемы мошеннические, чтобы все-таки пересмотрели этот вопрос и решили в пользу обиженного вкладчика. Виктор Трофимов уверен, теперь дело сдвинется с мертвой точки. Мрачно шутит. Главное дожить до момента, когда правосудие встанет на его сторону. Говорит, красноармейцы не сдаются. Егор Хвисюк, Надежда Головина, ОТВ.